Приветствую вас. Алло. Вообще, ситуация, которую вы описываете, конечно, очень неприятная, здесь спору нет, но вы не сформировали свой запрос, чего вы хотите, конкретно. Потому что, если мы говорим о том, чтобы, например, поддержать ваши отношения, допустим, если мы хотим, вот, ну, в этом направлении, допустим, двигаться, да, то нам очень важно в одном направлении работать. А если мы хотим разобраться, например, в себе, да, то это совсем другая история уже. Понимаете-то? Понимаете, какой момент? Вот. Поэтому здесь сначала надо разобраться с тем, что вы хотите. Вот. Здесь сначала нужно разобраться с тем, с чего вы хотите. Вот. И, соответственно, уже после. Этого можно будет о чем-то говорить. Как я думаю, дело не столько в том, что мужчина начал принимать наркотик. Вот. Сколько в том, что между вами проблемы с тем, что у вас проблемы определены. А вот. И, соответственно, уже в этом направлении нужно работать. Понимаете? Такая вот история. В принципе, пока вы для себя не сделаете этот выбор, что я думаю, будет сложно. Сложно. Что-либо делать. Дальше. Вопрос заключается в том, почему вам тяжело, почему вам тяжело человека, ну, принять, что... что его нельзя исправить. Вот. Особенно, если он этого не хочет. Как вы говорите. То есть, мне кажется, что в этом направлении тоже имеет смысл подумать. Как именно вы, как конкретно вы реагируете на то, что человек пошел по немножко не той дорожке. Это его права в принципе. Да, это неприятно, безусловно, но это его право. И вот почему вам тяжело принять, это очень важно. Ну, вам сказали коллеги о том, что вы оправдываетесь с детьми. Говорят, что они будут жить в неполноценной семье, ибо сейчас наша семья неполноценная. Вот. Видите, вы... Говорят, как справиться со всем этим. То есть, вы нагромождаете одно на другое, и в итоге все у вас как снежный ком. Нужно разделить одно, нужно отделить себя от мужей для начала, отделить себя от детей, как бы это странно не звучало. Вот. И понять, что счастье детей и спокойствие не имеет ничего общего с вашим, кроме, так сказать, цепной реакции. Но именно одно от другого не зависит. Это важно понять. Поэтому, когда вы говорите, что я переживаю от детей, да, ну, это не совсем верно, не совсем так. Не совсем, с ответом, действительно, вы представляете себя. Больше. Вот. Так стала такая вот история. Сейчас вы пожаловались. Справиться с этим, справляться с этим не нужно. Вот. Нужно делать анализ ваших отношений. Нужно разбираться с тем, чего вы хотите. И вырабатывать определенную стратегу поведения, особенно на ваших целях. Обучаться, например, методом бесконфликтного общения. Значит, обучить детей этому самому методу бесконфликтного общения, он очень простой. И так далее. Знаете. То есть, если вы, например, не можете себя обеспечить сейчас, то это вариант, это цель, это момент. Но мне стоит на это обратить внимание, да. Вот. То есть, я имею в виду, что как-то вот выработать для себя цель, я буду, пока что, вот, какое-то время я буду искать работу, буду становиться независимой, да, и потом, соответственно, буду уйти. Вот. И всё. Такая вот история. Опять же, для гармонизации отношений не нужен супруг второй. Достаточно поработать с вами. Вот. Вот и всё. Вы выбрали воспитывающую стратегию с человеком, который не хочет менять. Вот. Вы сваливаете на наркотик, ну, не наркотик, а вот на некурительный табак, как бы сказать, как бы сказала. Вы сваливаете на него то, что вы начали ссориться, но ведь мужчина почему-то начал его принимать. И вряд ли это хорошая жизнь. И как любой созависимый человек, он испытывает чувство вины, надо всё делать. И его агрессия, это реакция на то, что вы бьёте его по чувство вины. Вот. Поэтому я думаю, что вам нужно изменить модели. Взаимодействоваться с вами будем. Вот. По-другому. С ним принадлежствоваться. Определиться с целью и всё. Вот. Вот так. Вот вы говорите, так тяжело понять, что это конец. Почему? С чем тяжело? Вот. Я понимаю, что вы в браке 8 лет. И, по сути, с 22 лет вы находитесь в браке. Возможно, это слишком ранний возраст. Точнее невозможно, это действительно слишком ранний возраст для брака. Очевидно, что у вас есть проблемы с реализацией. Очевидно, что у вас есть проблемы с самостоятельностью. Вот. И тем, чтобы полагаться на себя. Да? То есть вы... Вам тяжело, потому что вы боитесь, что не справят. Ну, одна. Привыкли. Ну, от мужа. Помощь такой вот, своего рода получать. Поэтому тяжело. Тяжело, что от меня своя жизнь. Когда привыкла. Вот. А муж, он, очевидно, этим пользуется. Именно ваша несамостоятельность, возможно, и привела его к этому. Что он не чувствует вас женщина. Он чувствует вас только жену, мать, детей и всё. Вот. А личность женщину вашу ценность не ощущает. Потому что эту ценность не ощущаете вы. Возможно. Возможно. Я в этом не уверен. Я поговорю возможно. А то это всё пока предположение рабочей версии. Ваши отношения требуется анализировать. Вы говорите, я хочу найти в себе силу идти за этих отношений. Очень тяжело. В чём тяжесть, кроме детей? В чём тяжесть? С этого нужно работать. Работа с психологом. Не в том событии, а в том, что определиться с тем, чего вы хотите. Определиться в том, в чём ваши конфликты, ваши проблемы, противоречия. Вот. И, соответственно, возможные отношения ещё можно гармонизировать. Но для этого необходимо изменить ваше поведение. Вот. Так что. Определитесь с тем, чего вы хотите. И выбирайте психолога. Начинаете работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Почитайте про игру «Алкоголик». Она справедлива для всех зависимых людей. Чтобы вы лучше понимали, что происходит сейчас. Про треугольник Карпмана и про скандал. Психологическая игра – скандал. Исучайте в интернете просто, чтобы понимать, что происходит в вашей семье. Мед вами, точнее, и вашей мурии. На этом всё. Я надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Всего удачи.